Дорогие коллеги, добро пожаловать в Виртуальную Академию повышения квалификации врачей. Диабет – это одна из важных тем семинаров, которые мы будем проводить, и я расскажу вам о том, что мы обсудим на наших виртуальных занятиях. Я расскажу вам о диагностических критериях, эпидемиологии, а также новых методах терапии сахарного диабета второго типа и об алгоритме назначения лечения, то есть как раз о тех аспектах, которые особенно изменились за последние годы. Если бы мне пришлось читать подобную лекцию еще лет 10 назад, я бы наверняка рассказывал совершенно о другом. А сейчас я хотел бы обсудить вопрос, к примеру, постановки диагноза. Постановка диагноза основывается на трех важных факторах. Еще несколько лет назад этих факторов было два. Одним из этих факторов был показатель глюкозы сыворотки крови натощак. Если этот показатель повышен в двух последовательных тестах, можно исходить из того, что у пациента диабет. Поскольку этот показатель очень вариабелен, при подозрении на диабет у нас есть возможность сделать нагрузочную пробу с глюкозой, глюкотолерантный тест. Для проведения этого теста пациенты должны прийти к врачу натощак. Мы берем у этих пациентов кровь, затем им предлагается выпить стакан воды, в котором растворена глюкоза, 75 миллиграмм, и затем пациентам нужно подождать два часа. Это очень трудоемкое исследование, и именно по этой причине ни пациенты, ни врачи его не очень любят. Тем не менее, это одно из самых важных исследований. Если уровень глюкозы в крови через два часа составляет более 2 миллиграмм на децилитр, можно исходить из того, что у этого пациента диабет. Намного проще другое исследование, доказавшее свою состоятельность в диагностике диабета. Это определение показателей гликированного гемоглобина. Этот показатель в последние годы стал стандартом для проведения диагностики диабета. И если ранее в диагностике была большая вариабельность, то гликированный гемоглобин является хорошей отправной точкой в диагностике диабета. Этот показатель говорит о том, какой был средний уровень глюкозы в крови за последние 120 дней. А как он применяется, я покажу вам на следующих слайдах. Если HbA1s более 6,5%, то дальнейшие тесты не требуются. Мы можем со всей определенностью сказать, что такой показатель однозначно означает диабет. С точно такой же определенностью можно исключить диабет, если этот показатель ниже 5,7%. Один единственный тест, который позволяет определить, есть ли у пациента диабет или нет. Если он слишком высокий, у пациента диабет. Если слишком низкий, диабета нет. Проблема возникает только в том случае, если результат находится в промежутке между этими двумя маркерами. В этом случае разумным предоставляется провести нагрузочную пробу с глюкозой и анализ крови на глюкозу натощак. И тогда, основываясь на критериях, которые мы с вами только что обсудили, повышен ли уровень глюкозы натощак или при нагрузочной пробе, поставить уже окончательный диагноз диабет. Если уровень глюкозы в крови ниже 100 или ниже 140 через 2 часа после нагрузочного теста, это означает, что у этого пациента диабета нет. Если же результаты в промежуточной зоне, мы, естественно, порекомендуем пациенту еще раз определить показатели глюкозы через год, чтобы проверить, не развился ли за это время диабет. Количество больных диабетом за последние годы увеличилось в 4 раза. Посмотрим на таблицы. Мы видим количество пациентов в Германии, в диагнозе ничего не изменилось, однако при рассмотрении количественных данных медицинских страховых компаний видно, что в 1960 году диабет был всего 1% населения, а в 2010 доля пациентов с диабетом составляла практически 10%. Конечно, доля пациентов с диабетом зависит в какой-то мере и от того, какую социально-культурную группу населения мы рассматриваем. В группах населения с более высоким социальным уровнем уровень заболеваемости диабетом несколько ниже, а чем ниже социальный уровень, тем выше заболеваемость диабета. И это, конечно, тесно связано с образом жизни. Лишний вес, недостаточная подвижность. Мы видим, что лишний вес значительно чаще встречается у людей из более низких социальных слоев. Текущую ситуацию наглядно отражают данные, предоставленные одной из самых крупных медицинских страховых компаний Германии – АОК. По этим данным видно, что в Германии диабетом страдают более 10% всего населения, то есть если число относится и к детям, и к подросткам, и к пожилым. В среднем примерно 11%. При оценке зависимости заболеваемости от возраста мы наблюдаем наглядную отрицательную динамику среди людей старше 45. На этих графиках видно, что почти у каждого третьего жителя Германии, начиная с возраста 60-70 лет, развивается диабет. Этот факт представляет непростую задачу для клиник, ведь при хирургических вмешательствах, при госпитализации, при инфарктах диабет играет все большую роль. В итоге можно сказать, что треть пациента в стационаре страдает диабетом, потому что в больницах проходят лечение в основном пожилые люди. И мы видим, что количество больных диабетом постоянно увеличивается. Также отмечается, что увеличивается количество больных диабетом среди молодежи, и это очень угрожающее изменение. Какова же ситуация в мире? В Европе к странам с наибольшей заболеваемостью диабетом относятся как раз Германия. В Германии стиль жизни нельзя назвать благоприятным для здоровья. По сравнению с нашими коллегами из Нидерландов, мы диабетологи, находимся в гораздо худшей ситуации. Кто бывал в Нидерландах, знает, что там большинство катаются на велосипедах, больше двигаются, там лучшие условия для езды на велосипедах. В общем, нужно признать, что в отношении диабета Германия впереди всей Европы. Но в мире существуют и другие страны, количество больных диабетом в которых гораздо выше. Например, на Ближнем Востоке, США, Мексике, да их догоняют Китай и Индия. Количество больных диабетом в которых за последние годы резко выросло. В общем, во всех тех странах, где людям удалось победить голод, достичь определенного благополучия, где у людей появляется лишний вес, где они массово переселяются в города и перестают много двигаться, начиная преимущественно пользоваться общественным, а то и личным транспортом, увеличивается заболеваемость диабетом. Это очень важный фактор. Диабет связан с образом жизни. И здесь возникает вопрос, можно ли на этот образ жизни как-то повлиять. Поговорим о лечении. Чем я, как врач, могу помочь пациенту, у которого диабет наблюдается в течение 4 лет, а несколько лет назад мы исходили из того, что если диабет уже возник, то это навсегда. В прошлом мы старались как можно раньше назначить медикаментозное лечение, назначали лекарства, как только был поставлен диагноз. И такой подход несколько лет назад полностью изменили ученые из Великобритании. Они провели исследование с участием добровольцев, болевших диабетом, менее 6 лет. Прабанты не должны были получать инсулин, но принимали 2-3 таблетки для лечения диабета. Всего в исследованиях участвовали 306 человек, которых случайным образом разделили на 2 группы. Пациентам одной группы проводили стандартное лечение диабета, а пациентов второй, так называемой интервенционной группы, перевели на формульную диету, предполагающую замену приемов пищи едой на жидкой основе. Цель состояла в достижении снижения веса как минимум на 15 килограмм в течение всего нескольких недель. Скажу сразу, что этой цели в полной мере достичь не удалось. В среднем участники исследования похудели на 10 килограмм. Первым фактором или первичным конечным пунктом было снижение массы тела более чем на 15 килограмм. Вторым фактором, и это особенно интересно у второй группы пациентов, а им, кстати, предварительно отменили все назначенные для лечения диабета медикаменты, взяли анализ крови на гликированный гемоглобин, HbA1c, чтобы посмотреть, у кого этот показатель будет составлять ниже 6,5. И чтобы выявить тех, как мы выше обсуждали, у кого нет диабета, несмотря на отмену противодиабетических препаратов. Ранее исходили из того, что всем нужно продолжать принимать препараты. Посмотрим внимательно на эти два конечных пункта. Небольшой доле участников исследования удалось похудеть на 15 килограмм. А вот что касается второго конечного пункта, почти 50% пациентов интервенционной группы удалось победить диабет по сравнению с контрольной группой, в котором достичь такого результата не удалось практически никому. Этим 50% пациентов удалось достичь клинической ремиссии, то есть у них уровень гликированного гемоглобина и через год был ниже 6,5%. Конечно, возникает вопрос, какова была ситуация через два года, и прослеживались ли какие-либо корреляции с теми, кому удалось особенно интенсивно похудеть. В последние годы были опубликованы результаты исследований, что у тех, кому действительно удалось похудеть на 15 килограмм, почти 80% шанс победить диабет. У тех, кому удалось похудеть на 10 килограмм, шанс на ремиссию составляет примерно 50%. Хорошая же новость заключается в том, что у тех пациентов, кому удалось поддерживать вес на том же уровне и не поправляться, не было диабета и через два года. Это знаковое, действительно очень важное исследование. В нашем центре в Дюссельдорфе аналогичный опыт с формульными диетами, и с их помощью нам действительно удается вылечить людей от диабета. Это дает надежду, и чем раньше садишься на такую диету, тем быстрее и эффективнее она действует. Если этих мер оказывалось недостаточно, раньше мы сразу же назначали инсулин, на самой ранней стадии. Сейчас такой подход претерпел серьезные изменения, потому что у нас появились новые препараты. И эти препараты, так называемые ингибиторы фермента, депептидил, пептидаза-4, ДПП-4, инкретиномеметики, агонисты рецепторов глюканоподобного полипептида-1, ГПП-1 агонисты, и ингибиторы натрий-зависимых переносчиков глюкозы второго типа, СГЛТ-2. Это все препараты, которые были исследованы в крупных, перечисленных здесь исследованиях, с анализом конечных точек. В этих исследованиях участвовали множество пациентов со всего мира. Это были исследования, посвященные безопасности применения тех или иных препаратов. В них изучалось, есть ли риски от применения этих препаратов, или же они оказывают протективный эффект, независимо от изменений глюкозы в сыворотке крови. Очень часто использующиеся ингибиторы ДПП-4, это вещества, которые при их применении, с точки зрения первичных конечных точек, по сравнению с контрольной группой, не привели никаким изменениям. Это безопасные вещества. Они не вызывают гипогликемию, они хорошо снижают глюкозу и не оказывают отрицательного влияния на сердечно-сосудистую систему. То есть не вызывают инфаркт миокарда или инсульт. Исключение составляет сексоглептин. При применении этого препарата существует опасность, по крайней мере, на это указывают результаты одного исследования, в рамках которого частотность сердечной недостаточности несколько выросла. Вторая большая группа препаратов – это ГПП-1-агонисты. Две-три группы этих препаратов – лироглютит, сероглютит, дулоглютит – успешно применялись. Эксенатит, к сожалению, нет. При применении этого препарата исследования показали отрицательный результат. А при применении трех указанных выше препаратов удалось снизить частность инфаркта миокарда и инсульта. Ранее в отношении инсулина и других медикаментов мы не отмечали этих положительных эффектов. И это новый вывод. В отношении третьей группы препаратов – ингибиторов СГЛТ-2 – удалось прийти к аналогичным выводам. Они были эффективны особенно в отношении сердечной и почечной недостаточности. Назначение инсулина на ранней стадии при лечении сахарного диабета второго типа – это то, что мы делали раньше. Это то, что сейчас стало совершенно устаревшей стратегией. Новые алгоритмы лечения диабета на первый взгляд представляются весьма сложными. Сейчас я их представлю вам вкратце, а подробно мы разберем их на семинарах Виртуальной Академии повышения квалификации врачей в дальнейшем. Эти алгоритмы на самом деле не так уж и сложны. Первый вопрос, которым мы задаемся – есть ли у пациента, которого мы собираемся лечить от диабета, в анамнезе инфаркт миокарда, инсульт или другое сердечно-сосудистое заболевание. Если да, то такому пациенту назначаются ингибиторы СГЛТ-2 или агонисты ГЛП-1, потому что эти препараты показали себя эффективными в отношении данных клинических конечных точек. Если же у пациента не было сердечно-сосудистых заболеваний, тогда нужно задаться вопросом – хотим ли мы избежать гипогликемии? И если да, то тогда мы назначим препараты, которые ее не вызывают. То есть агонисты ГЛП-1, ингибиторы ДПП-4, а также ингибиторы СГЛТ-2. Третий вопрос при назначении лечения при отсутствии у пациента сердечно-сосудистых событий в анамнезе – есть ли проблемы с лишним весом. Если у пациента есть лишний вес, то мы знаем, что агонисты ГЛП-1, а также ингибиторы СГЛТ-2 приводят к значительному его снижению. И, наконец, четвертый вопрос. Это, конечно, зависит от того, какой объем финансирования имеется в нашем распоряжении. Следует ли назначать другие препараты, в том случае, если система здравоохранения или пациент находится в том положении, что они не могут позволить себе применение самых современных препаратов. Я ознакомил вас с тем, как будут проходить лекции в нашей виртуальной академии повышения квалификации врачей. Надеюсь, вам это было интересно и буду рад ответить также на ваши вопросы. Часть вопросов мы можем обсудить сегодня. Также у вас будет возможность прислать мне вопросы в течение недели. И на них я уже отвечу на нашей следующей лекции. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас состоялось такое настоящее активное обсуждение. Спасибо за ваше внимание. Добрый день еще раз. Профессор Мартин приветствует вас в студии виртуальной медицинской академии повышения квалификации врачей, раздел диабет. Мы очень рады, что такое большое количество слушателей присоединилось к нашему докладу. И видим уже два вопроса, на которые профессор Мартин вам сейчас ответит. Я прочитаю первый вопрос. Если пациенты прекращают диету и снова набирают вес, возвращается ли диабет? Если я сейчас отвечу на первую вопрос, то я могу сказать, конечно, мы имеем в ситуацию, когда кто-то из-за диабет, и что-то из-за диабет, и что-то из-за диабет, то он может его диабет снова приступать. Но если он снова приступает в диабет, то, что-то из-за диабет, и это мы тоже знаем, что-то из-за диабет, и это достаточно вероятно, что пациент или человек разобьет тип 2 диабет заново. Но профессор Мартин хотел бы уточнить, что если раньше снижение веса, или удержание нормального веса считалось только профилактической мерой, теперь мы знаем, что, поскольку повышенный вес является одной из самых главных причин развития диабета 2 типа, сейчас мы знаем, что снижение веса — это уже лечение, то есть не только профилактика и поддержание нормального, хорошего образа жизни и нормального веса, но может быть использовано и как лечение без медикаментов. Есть ли у пациентов генетические факторы, которые отвечают за терапию диеты, то есть есть ли пациенты в зависимости от своих генетических факторов, которые более или менее хорошо откликаются на диету? В принципе нет. Для диеты нет никаких специфических генетических маркеров, и мы знаем, что диабет 2 типа не зависит от генов. Мы стали заниматься генетикой примерно с 1960 года. С тех пор до современного нашего времени в нашем геноме ничего не изменилось, то есть у нас те же самые гены, которые были в 60-х годах. Но мы замечаем, тем не менее, что прирост диабета существует во всем мире. То есть что это значит? Конечно, хорошие гены нам нужны, но самое главное — на 90% развития или неразвития диабета зависит, конечно, от нашего образа жизни и от нашего веса. Следующий вопрос. Как вы относитесь к внедрению молекулярно-генетических методов исследования в диагностике нарушений углеводного обмена? Да, можно сказать, что вы не нужны для генетических методов генетических методов генетических методов. Какой-то рубль потрачены зря, потому что, во-первых, мы говорим о диабете второго типа. Это диабет, который превалирует и является темой нашего семинара. Но даже при диабете первого типа генетические исследования не являются необходимыми. Конечно, что очень важно, это именно различия, диабетический диагноз между диабетом первого типа и второго типа. И, может быть, мы сейчас можем немножко позже тоже ответить на вопрос, в чем, собственно, различается диабетическая диагностика типа диабета первого типа и второго типа. И, может быть, это довольно просто. Мы смотрим на пациенту просто на пациенте, если он повлияет. И, может быть, он очень хороший параметр. Лиже 27, и, может быть, он очень высокий. И, может быть, он очень высокий. Один из самых простых и первых факторов, на которые мы внимания обращаем, это БМИ, Body Mass Index. То есть, мы смотрим на пациент, у него есть повышенный вес или нет. Если его БМИ выше 27, то мы можем повлиять. Это большая вероятность исходить из того, что у пациента диабет второго типа. Но, конечно, один из признаков того, что еще до начала клинической диагностики, что речь идет о можете о диабете первого типа, это снижение веса человека без особых причин. Это указывает на недостаток инсулина и говорит о диабете первого типа. Also, ein ganz wichtiger Parameter ist natürlich auch, hat die Person Bluthochdruck und hat die eine Fettstoffwechselstörung, weil das sind alles Faktoren des metabolischen Syndroms. Und wenn alles zusammenkommt, Übergewicht, Bluthochdruck und eine Fettstoffwechselstörung, dann kann man ziemlich sicher sein, dass er einen Typ 2-Diabetes hat. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, und das ist ein Test, den wir auch bei jedem Patienten bei uns machen, dass wir testen, wie viel Insulin produziert er. Entweder beim Blutzuckerbelastungstest parallel Insulin abnehmen oder den Glucagon-Test, das ist ein endokrinologischer Test, wo man ein Milligramm Glucagon spritzt und nach sechs Minuten die Insulinbestimmung macht. Und da wissen wir, wann jemand erfolgreich ist. Wenn er viel Insulin hat, dann ist das Programm, was ich da vorgestellt habe, was wir auch in Düsseldorf anwenden, sehr, sehr erfolgreich. Krono also existieren Methoden, die der Niveau über die Insulin ist, крови во время теста сахарной нагрузки, либо тест с глюкогоном, так называемый нагрузочный тест с глюкогоном. Это происходит таким образом, что пациент получает инъекцию глюкогона и через 6 минут измеряется уровень его инсулина. И люди, которые производят большое количество собственной инсулина, имеют большую вероятность диабета второго типа. И это как раз те кандидаты, для которых эта система с диетой предлагается, которые на такую систему хорошо реагируют, успешно, и которые именно таким образом лечатся в центре диабета и здоровья, которым руководит профессор Мартин. И может быть на последок к этому вопросу сказать, что во всем мире, и в том числе в Германии, в том числе в центре диабета и здоровья, пришли к выводу, что новые клинические рекомендации по лечению диабета предполагают терапию инсулином только как самый последний вариант. Потому что замечено, что у людей с повышенным весом собственная гиперпродукция инсулина, то есть инсулином совершенно не показан. Мы переходим к вопросу 4. А именно, можно ли такой терапии воздействовать на преддиабетическое состояние и предотвратить воздействие диабета? Вообще важно ли отслеживать преддиабетические состояния? Да, в стадии преддиабета, так называемая формула диета, работает даже гораздо лучше, чем у людей. Это очень важно. И, конечно, отслеживание преддиабетических состояния тоже очень важно. Вы говорите, чтобы уже благодать, что в виде того чтобы была очень важна, то есть что очень важна в виде диабетического состояния. И в том числе tahu, что приabel в виде диабетического состояния четвертого состояния, когда человек в 5-чем к Вит Karma считает, что мы можемossвить в Витебе документы, absetzen können. И я хочу сказать, что мы можем через Lebensстилмасснам, через весы, через больше движения многие из этих заболеваний полностью хранить. И если мы это очень früh делаем, то мы тоже в состоянии, что это не опять уступает. Да, очень хорошая новость заключается в том, что конечно, на ранних стадиях, или в стадиях при диабете, когда у человека, например, еще не развился диабет, но уже имеется заболевания, которые являются факторами риска возникновения диабета, например, как повышенное давление. Мы добиваемся очень хороших успехов со снижением веса. И эти успехи таковы, что, во-первых, у людей регулируется, то есть восстанавливается, скажем, метаболизм. Люди выходят из зоны риска возможного развития диабета. Главное, что мы замечаем, что наши пациенты после этого даже не нуждаются в антигипертензивных препаратах. То есть идея такова, что правильным образом жизни движение и соблюдение хорошего, правильного веса является терапия без лекарств. Я думаю, что мы сейчас рассмотрим пятый вопрос, а именно при снижении артериального давления на фоне терапии ингибиторами снижение артериального ингибитора. Да, мы сейчас уже на фоне терапии, при медикаментею терапии. И да, мы в конце концов, что в СГЛТ2-ингибиторе это другое, что это манер натриум и другое 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 И также диабетез-препараты, которые тоже являются в балансе? выделение натрия с мочой, что одновременно достигается понижение давления. И, конечно, мы всегда смотрим в динамике, насколько это работает. И если при помощи этих препаратов достигаются показатели более низкого давления и более низких параметров, мы, конечно, всегда динамически подстраиваем терапию другими препаратами. Я хотела бы на этом месте заметить, что наша вторая лекция после вступительной как раз-таки будет идти о различных препаратах, различных группах препаратов и сердечно-сосудистой системы. И я сказал, что именно наш второй вступительный 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 вступитель в связи с медикаментами и сердечно-сосудистой системами. Я могу сказать, что эти новые препараты, о которых я сейчас говорил об этом, они не имеют как Сульфенил-Харн-Стофф или как Суфенил-Харн-Стофф, но они не помогут при грузии, но они помогут приدمу. И поэтому это очень важные медикаменты, чтобы в результате болезнь берега. Пророк Мартин говорит, что он очень поверхностно сегодня в первом вступительном докладе коснулся темы того, что вот эти новые препараты, в отличие, например, от инсулина, не повышают риск, то есть не повышают вес, поэтому они являются прекрасной альтернативой и прекрасной возможностью, скажем так, усилия этих препаратов прикладываются ровно в том месте или в той точке, с которой мы хотим бороться, а именно повышенный вес. Окей, мы переходим к вопросу номер шесть, а именно какие особенности лечения COVID-19 у пациентов с диабетом? Является ли диабет фактором риска для COVID-19? Да, ну, COVID-19 будет всегда называемым, диабетом рисковым фактором, и это не stimmt вообще ничего. Если пациенту хорошо расположен, если он у него хорошие блудзвыкеры, если он у него нет компликации, то он у него не уникал. Диабет очень часто упоминается в сочетании с инфекцией COVID-19, но профессор Мартин говорит, что это не как отечающий фактор. Он говорит, что это не так, потому что если пациент компенсирован, то есть если у него подобрана правильная действующая терапия, и если его диабет не вызывает каких-то осложнений, тогда сам по себе диабет не является фактором риска для пациентов с COVID-19. Но сегодняшний день появилась в Америке Диабетическом Рисе, я ее читал. Эти люди, которые получают инсулируют, они имеют у нас высокое риски. И что очень важно, это адипозитас, от 1 БМИ от 30, мы знаем, что на интенсивных стажах в Италии, Ингландии, США, но также у нас, они лежат в том, что очень дикт. Окей. Только что вышло свежее исследование Американского общества диабетологов как раз-таки по этому вопросу, где опубликовано, что вероятно пациенты, получающие инсулин, имеют более высокий риск, чем пациенты, не получающие инсулин с диабетом. И, конечно, самые крупные проблемы, это мы видим во всех странах, и в Америке, и в Италии, и в Испании, и, конечно, в Германии, ожирение. То есть повышенный вес, который может, собственно, и без диабета проходить, это является очень высоким фактором риска при COVID-19. И мы переходим к следующему вопросу. Средний возраст постановки диагноза диабет в Германии. Да, это нынешёndase как предыдущие hect政策. Начиная с возраста 45 лет, риск возникновения диабетом повышается, постоянно повышается. В принципе, основной возраст, когда диагностируется диабет, это 55-60 лет. Преп. Мартин говорит, мы знаем, что это слишком поздно, потому что мы исходим из того, что люди, у которых ставится диагноз диабета, скорее всего, уже в течение 5 лет этот диабет имели. И, к сожалению, тенденция также показывает то, что молодые люди, 25-30 лет, заболевают диабетом второго типа. У Преп. Мартин есть пациенты и в этой возрастной категории. Но в определенных странах, в арабских странах, третит диабетом уже в детстве в детстве, и это очень большая Катаструфа, потому что дети очень, очень дик. И я думаю, что мы должны очень, очень, очень раз думать. И, к сожалению, это важно, не сразу же медикаменты, но, если я уверен, что он имеет диабет, один тип 2 диабет, то все это нужно, чтобы человек уничтожить вес. Есть, конечно, страны, в которых эта ситуация еще хуже. Например, мы видим по интернациональным пациентам и по публикациям, что в арабских странах даже маленькие дети, именно из-за того, что у них зачастую бывает избыточный вес, болеют диабетом 2 типа. И тут, конечно, самое главное, то есть, главное послание, что мы не должны ни в коем случае в таких случаях применять моментально какие-либо препараты, неважно какие. Самая главная цель при рассмотрении таких случаев – это снижение веса пациента. Важно, что мы переходим к седьмому вопросу. Какие заболевания могут способствовать развитию диабета? Да, есть, конечно, некоторыеomaticи, которые появляются они различные сети, в которых есть диабет, либо если люди Корстисон, ассурудиоттерапию, как и олипсология, которые получают различные диабетом в других случаях. Когда мы рассуждаем о болезнях, ассоциированных с диабетом, то есть они сопровождают диабет. Это, во-первых, возможно, синдромы, при которых у человека у самого повышенный уровень стероидов в крови, во-вторых, какие-либо стероидные терапии, ну и, конечно, ожирение, опять же, то есть это тоже рассматривается как болезнь, и повышенное давление. Девятый вопрос. Имеет ли значение стаж заболевания в терапии диабета? Если пациент 10 лет принимал противобетические препараты, можно ли его перевести просто на диету? ancerе диабет. Мы мозском с диабетом ассоциалии диабетом. Конечно, максимально хорошие, максимально успешные результаты возникают у людей, у которых стажезаболевание в среднем 5 лет. Тем не менее, зависимо от того, насколько высока собственная продукция инсулина, мы видели пациентов, которые при помощи диеты и снятия инсулина также очень благополучно или успешно откликались на этот вид лечения. То есть, да, в любом случае попытка, возможно, независимо от стажа, но люди, которые болеют не 10 лет, а скажем 5, имеют более высокие шансы вообще, может быть, в конце концов остаться и без препаратов, то есть без необходимого медикаментозного лечения. Also, aber man muss vielleicht eines sagen, die Diättherapie, und vielleicht machen wir dazu auch nochmal ein separates Seminar, man kann nicht dem Patienten nur sagen, nehmen Sie eine Diät, sondern es sind ganz, ganz wichtige Dinge, eine kohlenhydratarme Kost und eine Formuladiät, eine Pulverdiät. Und da ist nicht jede Pulverdiät funktioniert, und ich glaube, das können wir vielleicht in einem, nicht im nächsten, aber im übernächsten Seminar, wenn Interesse besteht, vielleicht mal ein Seminar machen, wie kann ich Patienten von der Insulintherapie wieder runterbringen, wie kann ich sie von einem Diabetes runterbringen. Das geht nicht so einfach. Es gibt da bestimmte Techniken, und die können wir gerne hier einmal besprechen. Vielen Dank. Vielen Dank. Diese Diäte должны быть применены, чтобы человек, который даже получает инсулиновую терапию, успешно снял вес, таким образом получил шанс на победу на диабете. Hier, 10. Frage. Ok. 10. вопрос. Ja, also der Diabetes ist, und das macht man sich gar nicht so klar, der Diabetes verringert die Lebenserwartung dramatisch. Auch nur die Diagnose eines Diabetes führt zu einem sehr hohen Herz-Kreislauf-Risiko. Die Frage ist aber, wenn die Diabetes kompensiert ist, wenn der Mensch eingestellt ist. Ja, auch da, wir wissen, dass wir es nicht richtig hinbekommen. Und deshalb gerade bei Medikamenten wie Insulin wissen wir, dass das wahrscheinlich an der Lebenserwartung nicht so viel macht. Die neuen Medikamente, die reduzieren das Risiko. Also alle Medikamente, GLP-1 und die SGLT-2-Inhibitoren, für die ist bekannt, dass sie die Lebenserwartung verlängern. Für die anderen Medikamente, für Insulin, ist es nicht gezeigt. Und man muss einfach wissen, der Patient, der einen Diabetes hat, hat ein genauso hohes Herzinfarkt-Risiko wie jemand, der schon mal einen Herzinfarkt hatte. Und diese Botschaft müssen wir auch unserem Patienten geben. Diabetes ist gefährlich. Okay. Очень важно dänести до пациента, скажем так же, для врачей, что диабет – это очень опасная болезнь, потому что риск возникновения инфаркта миокарда у пациента с диабетом, у которого еще никогда не было инфаркта миокарда, такой же высокий, как у человека, у которого в анамнезе уже один инфаркт миокарда случился. Что касается лекарств, то есть вопрос компенсированный диабет, то есть мы добиваемся хороших показателей сахара и крови, тем не менее у нас есть данные о том, что, к сожалению, медицина не всегда идеально справляется с этим, потому что люди даже с компенсированным диабетом имеют определенные риски, то есть снижение продолжительности жизни. При этом известно, что инсулин не имеет протективного действия, то есть инсулин, независимо от того, получает человек инсулин или нет, диабет как диагноз является фактором риска развития инфаркта. При новых препаратах, таких как ГЛП-1 ингибиторы и СГЛТ-2 ингибиторы, наблюдается протективное действие на сердечно-сосудистую систему, таким образом снижение риска возможного развития инфаркта миокарда. Очень интересный вопрос, каким образом сопоставляется мусульманский пост, когда можно есть только два раза ночью? Есть ли риск развития диабета? И можно ли пациентам с диабетом соблюдать Рамадан? Да, к сожалению, ваш вопрос абсолютно правильный, потому что во время Рамадана целый день люди ничего не едят и едят поздно вечером. Но мы знаем, что мусульмане не должны соблюдать этот пост, если они болеют диабетом. Поэтому, к сожалению, да, Рамадан как определенный вид голодания, поста, не очень подходит людям, имеющим диабет. Но есть еще одна важная вещь, что нормальное Fasten для кого-то, который не имеет диабет, нет проблем. Мы должны только осуществить, что если человек инсулирует или Сульфенол-Харн-Стоффе, то есть он университет, что он университет и университет. В принципе, голодание или соблюдение поста, для диабетиков это даже хорошая, полезная вещь. Но, конечно, существует большая опасность у пациентов, которые принимают такие препараты, как инсулин, которые могут вызвать состояние гипогликемии. В принципе, такое понятие, как перемежающиеся голодания, перемежающиеся посты тоже являются одним из вариантов лечения. Это применяется в Германии. Если вас эта тема заинтересует, мы можем также эту тему сделать темой одного из семинаров. Большое спасибо за поставленные вопросы. Мы должны немножко следить за временем. Спасибо за вопросы. Но еще одна вопрос. А, да, еще одна вопрос. Еще одна вопрос. Еще одна вопрос. И это последний вопрос. Какие направления диабетологии самые перспективные? Чем стоит заниматься молодым ученым? Also, da ist die ganz klare Frage. Wir müssen nicht an Medikamenten forschen, sondern wir müssen daran forschen, wie können wir Menschen dazu bringen, dass sie ihren Lebensstil verändern. Weil das sind alles metabolische Erkrankungen, die wir durch unseren Lebensstil uns einhandeln. Wir essen zu viel und wir essen falsch. Und vielleicht die ganz, ganz wichtige Botschaft ist, wenn wir Patienten haben, die Gewicht abnehmen wollen, die sollen möglichst kohlenhydratarm und fettreich sich ernähren. Und das könnten wir auch in einem Seminar mal darstellen. Die Ernährungsempfehlungen sind falsch, die wir bisher hatten. Fettarm ist schlecht, kohlenhydratarm ist gut. Und das wäre auch mal vielleicht ein Seminar, was vielleicht für die Praxis sehr hilfreich ist. Okay. В принципе, Professor Martin считает, что если мы говорим о диабете второго типа, то молодым врачам не надо заниматься такими направлениями, как новые медикаменты, потому что мы знаем, что в мире это абсолютно прописная истина, что диабета второго типа – это метаболическое заболевание. Поэтому самое главное – научить пациента правильно питаться и следить за своим весом и много двигаться. Все рекомендации по питанию, которые до последнего времени были распространены в мире, были абсолютно неправильными. Нам говорили, что ни в коем случае не ешьте жиры. И, в общем, достаточно снисходительно относились к углеводам. Так вот, положение, которое принято в медицине, как в Европе, так и, скажем, в Америке сейчас, это полная противоположность. Это именно, что жиры – это хорошо, что углеводы – это плохо. И, скажем так, о методиках правильного питания. Профессор Мартин учит своих пациентов. Также он обучает этому врачей в Германии, которые занимаются повышением квалификации в области диабетологии. И тоже как предложение это можно было бы сделать, например, если вас эта тема интересует, более углублённая тема семинара. И на этом месте мы хотели бы коротко рассказать вам, о чём будет следующий семинар, который запланирован на следующую пятницу. Я передаю профессор Мартин. Vielleicht können Sie kurz darauf angehen, какие Schwerpunkты мы в следующем семинаре behandeln. Да, сначала hat es mir heute sehr viel Spaß gemacht. Это же очень новое, что мы общаемся с такой большой дистанцией. Ди модерн-Медия или COVID-19, это может быть возможность. И в следующем семинаре мы будем говорить о новых медицинских 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 медицинских, технических медицинских 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 з Dale Grazmann. И эти исследования мы будем говорить оughter하면서. что COVID-19 сделал это возможным, чтобы мы, стоя в Дюссельдорфе, в студии, вели вебинар для людей, которые тысячи километров от нас отдалены. Это было очень интересно, ему заставило большое удовольствие. Со своей стороны мы надеемся, что и вам было очень интересно. И в следующем семинаре планируется более подробно поговорить о тех пунктах, которых профессор Мартин только поверхностно коснулся, а именно новая группа медикаментов, различные научные исследования этих медикаментов и так называемые первичные, конечные пункты определенных клинических исследований. В основном речь идет о влиянии групп медикаментов на риски сердечно-сосудистых заболеваний, а именно на снижение рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Да, я желаю вам всего хорошего, прекрасных выходных и очень надеемся, встретиться с вами в следующей пятнице. Вас, Stefan Мартин. Для меня тоже большое спасибо, Ирина Орликова от компании Intant. Всего доброго. Auf Wiedersehen. До свидания. Продолжение следует...